Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. С парнем были три года, первый раз расстались спустя год отношений по его инициативе, потом он вернулся и через месяц опять захотел расстаться, через три месяца он снова захотел вернуться, я приняла его. Мы провстречались ещё год, он снова начал себя как-то себя вести, охладел, я хотел с ним говорить, но он говорил, что не общительный и не хочет, созваниваться тоже не хочет, так с друзьями его тянуло. В этой компании, друзья, есть девушки, которые мы симпатичны всегда, когда мы разговаривали, появлялись девушке в его жизни, я приняла решение расстаться, мне очень больно от этого, я винил себя, почему он так поступал, что у него там внутри. Ну, я думаю, что внутри у него конфликт, вот. Это самое главное, что вам важно понять. То есть, большего, наверное, вам не скажет никто, в силу того, что, во-первых, это неизвестно, во-вторых, в силу того, что психолог не может обсуждать третьих лиц, и, собственно, ваш вопрос, касающийся третьего лица, является, ну, на самом деле вопросом из серии «Погадать», из серии так называемых кухонных разговоров, когда собираются люди и вот как бы перемывают косточки, ну, вот людям, людям другим. Я бы здесь, наверное, больше обратил бы ваше внимание на то, что мотивировало вас его принимать, да? То есть, ну, наверное, вы же, когда принимали его, когда вы отношения, ну, ваши отношения восстанавливали, наверное, вы же, ну, о чём-то говорили, вы же, наверное, к чему-то приходили, вот, наверное, вы, ну, что-то решали с человеком. Вот. Я не думаю, что вы прямо так вот просто отношения, ну, вот, возобновляли и всё. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь в первую очередь вам нужно обратить внимание на этот момент, вот. Вот. Этот момент, на мой взгляд, является определяющим здесь, и он, на мой взгляд, ну, как бы, является определяющим для вашей модели поведения. Вот. Почему? Так. Дело в том, как мне кажется, это связано с тем, что в отношениях вы вероятно занимаете такую, ну, такую позицию, да, как мне, по крайней мере. Кажется, вы занимаете позицию родителя. Вот. А что мужчину от вас отталкивают? Вот. Ну, если он отталкивает от вас, он потом вроде бы, ну, опять, вот, хочет с вами быть, он хочет, вот, ну, с вами как-то вот, ну, находиться снова в отношениях. Вот. И потом, когда вы опять, как бы начинаете встречаться, ну, молодого человека снова, в общем-то, что-то не устраивает, да, вы не меняетесь, он, он, ну, вероятно, не меняется тоже. Вот. И в итоге все остается вот, ну, вот так, как вы описываете. Я бы еще сказал, что довольно тревожным моментом является факт того, что вы себя вините. То есть это, на мой взгляд, происходит не случайно, вот, то, что вы себя вините, а связано это с тем, что отношения в целом для вас довольно много, ну, означает. Вот. То есть это в известной степени также может быть довольно серьезной проблемой, что в отношениях вы, ну, можете, скажем, так, что-то терять. Вот. Терять, ну, терять для себя что-то важное. Вот. И, на мой взгляд, здесь задача основная заключается в том, чтобы постараться увидеть и понять, что же вы, собственно говоря, что же вы, собственно говоря, теряете. Вот. То есть вы себя виноватите? Вы себя виноватите? Не просто так. То есть вы себя виноватите за то, что раздали с человеком именно вот по причине такой, скажем, потери. Вот. И наша задача здесь помочь вам увидеть, какой конфликт вы свой внутренний пытаетесь решить за счет, ну, за счет, вот, человека в данном случае. Понимаете, да? Какой здесь аспект? Вот. Вот. И сейчас, на данный момент, как мне кажется, вы не понимаете до конца. Не понимаете вы до конца, что вы, вот, теряете, как бы. И, соответственно, отсюда такая вот у вас идет достаточно негативная, как мне кажется, поведенческая модель. Вот. На что я бы, собственно, и обратил бы ваше внимание в первую очередь. Вот. С чем бы я вас, вот, в первую очередь бы и познакомил бы здесь. Именно потому, что мне кажется это определяющим во взаимодействие. В вашем взаимодействии и во взаимодействии, собственно, с мужчиной. Вот. Конечно, возможно, да, возможно, возможно, понадобится, собственно, ну, корректировать вашу, вот, поведенческую модель. Вот. Конечно, возможно, понадобится вам, ну, менять, вот, свой подход к отношениям, вот, потому что тот подход, который, например, вы, ну, вы выбрали сейчас, да, он совершенно очевидно не работает, этот подход, вот. И, в общем-то, нужно выбирать, выбирать, вот, другой, более конструктивный. Вот. Для этого повторюсь. Нужно смотреть, какую проблему вы пытаетесь свое решить. Проблема одиночества или проблему, проблема, например, того, чтобы что-то доказать, может быть, да, ну, либо себе, либо, там, мужчинам, вот, тут ситуация, ну, по-разному бывает на самом деле. Вот. То есть это все нужно корректировать, как мне кажется. Да, сейчас вам больно, да, сейчас вам обидно, сейчас вы переживаете, вот, ну, можно сказать, психологическую травму. Вот. И эту психологическую травму, как мне кажется, вам нужно прожить. То есть, вы, как и сказал, вот, справедливо мой коллега, да, ну, Кудряшов, отец не Кудряшов, а другой коллега, Сергей Юрьевич, вот. Вы можете прожить ее сами, а можете прожить ее в общем и целом с психологом, вот, и это будет гораздо эффективнее, быстрее, вот. Либо вы можете, конечно, обратиться к любому близкому вам, но по возможности адекватному человеку, вот, который бы вас, вот, спокойно бы выслушал, который бы вас, ну, поддержал бы, вот, и который, в общем-то дал бы вам вот тот самый необходимый для вас ресурс, как мне кажется. Естественно, естественно, что вы можете с этим быть не согласны, и естественно, что там, ну, может быть по-разному. То есть, могут быть разные аспекты здесь, конечно, я надеюсь, что это вы понимаете. Вот, пожалуй, то, что мне хотелось бы вам сейчас с точки зрения психологии сказать. Безусловно, да, к вам вот в этой ситуации много сочувствия. Безусловно, жаль, что, ну, вот, что все получилось вот так, как получилось. Но, опять же, если, ну, вот, мужчина к вам возвращался, вот, и возвращался он к вам судя по тому, что мы можем видеть не один раз, вот, то есть, конечно, такая большая вероятность, что он, вернее, ну, что он будет возвращаться к вам еще, вот. Другой вопрос, как вы будете на это реагировать, вот, то есть, как вы, как вы будете, ну, как вы будете вести себя, например? Как будет вести себя он, хотя, может быть, это, ну, может быть, это в данном случае и не так важно, вот, но тем не менее. Тем не менее. Поэтому я бы вот на это, на это бы постарался обращать свое внимание, вот, ну, сейчас. И на этом делал бы, вот, что называется, ну, какой-то акцент, что ли. При этом еще немало важным моментом, на мой взгляд, является то, насколько интересна вам ваша жизнь. То есть, насколько вы, вот, в этом смысле, сами, своей жизнью интересуетесь, насколько в этом смысле вы сами, ну, как-то, вот, интересны себе. Это мне кажется тоже достаточно важным элементом, ну, потому что, опять же, мы здесь говорим именно вот про вас, да, мы здесь говорим именно про то, что вот вас беспокоит. Так вот. И, в принципе, совершенно нормально, что, эту сторону... Эм... Эм... Эмм... Проблемы. Мы также, а,эм, ну, как-то затронем. Вот. потому что вряд ли можно в данном случае ожидать, что мы этого касаться не будем. Вот. Хочется, чтобы вы по возможности обратили своё внимание на то, что вас как будто бы больше волнует он, а не вы. И на мой взгляд, это является такой вот достаточно серьёзной проблемой. Мне бы очень, 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 очень не хотелось бы, чтобы это как-то вот, ну, закрепилось бы в вас, да. Вот. Мне бы хотелось, чтобы вы как раз, ну, старались хотя бы больше внимания уделять себе. Вот. Может быть, именно из-за, может быть, именно из-за того, что вы себе мало уделяете внимания, а ситуация вот так и складывается для вас, что мужчина как-то вот он видит, да, что... ну, что вы... в нём нуждаетесь. Мужина видит, что... что вы как бы вот, ну, в этом смысле, да, с ним как бы хотите быть, вот. Мужина видит это всё и вот как-то вот... в этом смысле... в этом смысле... позиционирует себя, вот... ну, не случай... не случай своей стороны. Вот. Я бы так... по крайней мере... эээ... это бы... эээ... смотрел. Я понимаю, эээ... вот... эээ... в данном контексте, но хочу, чтобы вы на это обратили свое внимание, благо это очень такой, на мой взгляд, важный аспект, и игнорировать, как мне кажется, его нельзя. Вот, пожалуй, больше, что мне бы хотелось вам сказать. Именно, повторюсь, с точки зрения психологии, именно с точки зрения психотерапии. На этом, пожалуй, все, я надеюсь, что вам мой ответ был полезен, я очень надеюсь, что вам мой ответ был интересен. Я хотел бы пожелать вам всего самого доброго, хотел бы пожелать вам удачи. Вот, хотел бы сказать о том, что вы большая молодец, что начали говорить об этом, вы большая молодец, что начали данную проблематику озвучивать. и хотя это только первый шаг к тому, чтобы вам двигаться дальше. Я думаю, что он, этот шаг, сделан прекрасно. Я думаю, что в этом смысле у вас все будет хорошо. Вот. Как мне, по крайней мере, кажется. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи. И обращайтесь за помощью, если вам захочется, чтобы вам помогли. Мы будем рады это сделать. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо.